Диктант здоровья как ежегодная просветительская акция стартует 16 сентября. Участники диктанта проверят свои знания по основным правилам личной гигиены, здоровому питанию и профилактике заболеваний. Как сообщают Управлении Роспотребнадзора по Ингушетии, в акции смогут принять участие все желающие старше 13 лет. В основном упор будет делаться на учащихся средних школ старшей классы. Это наибольший охват будет достигать. Сейчас ведется работа по всем регионам, в том числе и в нашем регионе. Мы известили о готовящемся диктанте и Министерства образования Республики, и Министерства здравоохранения Республики. Эти два ведомства, которые задействованы в этой акции, тоже будут участвовать обязательно. Мы постараемся обеспечить максимальный охват. С чем это связано? Само название «Диктант здоровья» и то, что инициатором является Роспотребнадзор, уже говорит о том, что прежде всего «Диктант здоровья» – это стремление максимально обратить внимание на вопросы профилактики здоровья населения. Диктант здоровья напишут старшеклассники из 89 регионов страны. Вопросы для них лично прочитают научные эксперты, известные телеведущие, музыканты, спортсмены, актеры и блогеры. Контролировать точность ответов будут руководители региональных управлений Роспотребнадзора. Огромное составляющее и огромное внимание нужно уделять именно системе санитарного просвещения. И особый упор, конечно, у нас должен быть на молодежь. На это, в принципе, и направлен «Диктант здоровья» – привлечь внимание молодежи. Участникам акции предстоит ответить на 39 вопросов, три из которых – вопросы повышенной сложности, в основном по профилактике вирусно-инфекционных заболеваний. Для каждого вопроса предполагается три варианта ответа. Материалы для «Диктанта» разработаны ведущими научными экспертами проекта Роспотребнадзора «Санпросвет». Профилактика заболеваемости показала нам свою актуальность даже совсем недавно, несколько лет назад. Все мы были свидетелями и участниками в течение нескольких лет этого эпидемического процесса пандемии ковида. То есть тогда мы поняли, даже в условиях такого технологически развитого общества, как сейчас мы можем характеризовать развитие общества человеческого в 21 веке, такое технологически развитое общество, когда развитая медицина, огромное количество разработанных препаратов и, казалось бы, такая вот на тот момент неизвестная воздушно-капельная инфекция практически, ну скажем так, приостановила жизнедеятельность целых стран, континентов, да, в принципе, всего земного шара. Поэтому нужно быть готовым к таким угрозам, к таким вызовам. По итогам «Диктанта здоровья» очные участники и все прошедшие онлайн-тестирования смогут получить электронный сертификат. Адам Ирешков, Алисхан Горрожев, Магаз 24.